Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Кто у нас первый? А я хотела. Пожалуйста. Называете себя? Да. Фамилиями отчества? Да, да. Здравствуйте. Меня зовут Саковарина Олеговна. Я с детства третьего курса. Поздравляю. Куда вы хотите? Унести. Так, и сейчас я хочу предоставить свой вольный анализ, свое прочтение и трактовочку коллективного договора между ЗАО «Первый контейнерный терминал» и работниками организации на 2006 и 2009 год. Но прежде чем начать, я вчера к анализу я обратилась к Трудовому кодексу Российской Федерации, а именно к главе 7 статьи 41, в которой изложены основные требования к содержанию коллективного договора. Значит, вот если, вот что в этой статье написано, что содержание структуры коллективного договора определяется сторонами. В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам. Первое – это формы, системы и размеры оплаты труда, выплата пособия и компенсации, механизмы регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции и выполнения показателей определенных коллективных договоров. Затем занятость, переобучение, условия высвобождения работников, рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков, улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи, соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества, экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве, гарантия необходимых работников, включающих работу с обучением, оздоровление и отдых работников и членов их семей, частичная или полная оплата питания работников, контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, затем ответственные стороны, обеспечение нормальных условий деятельности и представителей работников, и порядок информирования работников о выполнении данного коллективного договора. Затем, тут такой есть пункт в трудовом кодексе, что отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора, и другие вопросы, определенные сторонами. И вот еще написано, что в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателям могут устанавливаться льготы и преимущества для работников условий труда более благоприятные по сравнению с установленными законами или иными нормативными правонарными актами и соглашениями. Вот что, если в целом посмотрим на требования основных, которые изложены в трудовом кодексе, надо сказать, что данный коллективный договор всем этим требованием он устраивает, все мы можем найти, особенно вот пункт по охране труда и здоровья, который в третьем разделе изложен. Тут вообще очень много статей, и в принципе мы можем проследить. И сейчас я предлагаю с вами делать это вместе. Ну, все мы знаем, но еще раз я напомню, кто, может быть, кто-то еще не читал, что этот коллективный договор состоит из пяти основных частей. В первом изложены такие общие положения, второе – это основные обязанности работодателя, правкомов и работников, третье – это обязательства работодателя. Вот и тут как раз есть, даже чуть больше, чем основные требования в трудовом кодексе. Это первое – по организации производства есть, по обеспечению занятости есть, по охране труда и здоровья есть, и там очень много пунктов. И вот даже сразу, если мы просто посмотрим на структуру, будет видно уже специфику работников, которые работают, что это вот именно докеры, механизаторы. Будет видна специфика, потому что их охрана труда и здоровья, и особенно здоровье, специфика их работы, особенно важна, и в коллективном договоре очень много статей посвящены, больше мы их рассмотрим. Затем по рабочему времени, что немаловажно, по оплате труда, по социальным гарантиям и годам, и по гарантиям профсоюзной деятельности работников. Четвертый раздел – это контроль за выполнением коллективного договора, и пятый – это подготовка проекта нового коллективного договора. Вот уже даже если мы посмотрим, мы видим вот таким взглядом непрофессионала, что очень много всего, мы так посмотрим, все время написано «по согласованию правкома», «по согласованию правкома учет», «по согласованию правкома, правкома, правкома». Очень высока роль в данном коллективном договоре роль правкома. Вот. Что еще хочется отметить? Если в целом вот так вот описание давать, что… А что значит по согласованию? Как вы это понимаете? А это значит усмотрение правкома? Ну, что значит усмотрение? Ну, то значит, что это при общем обсуждении, что это не можно сделать без, в первую очередь, надо уведомить правком об этом, о том, что происходит, а второе, это надо с ним обсудить этот вопрос правкома. То есть, короче, как я понимаю, что по голосованию правкома, что без правкома это сделать невозможно, втихаря правкома. Если правком не согласен с этим решением, то тогда появляется акт о том, что если все-таки работодатель хочет это осуществить, или это только через суд? Нет, это все, что вы рассказываете, относится к учету мнения. Согласование с правкомом очень просто выглядит. Я председатель правкома, а вы генеральный директор. Вы пришли и говорите, я хочу вот такой пункт. Я почитал, пишу, согласовано. А следующее вы пришли, вы ухудшает положение работодателя. Не согласовано. И все. Можете выбросить в корзину свой проект. И весь разговор. Если не согласовано с правкомом, согласование, это значит, что если нет согласия правкома, этот локальный нормативный акт остается проектом. И локальным нормативным актом не становится. То есть, не может ввести в действие по этим вопросам свои проекты приказов генеральный директор, если не согласен правком. Вот и все. То есть, род правкома века? Очень велика. Очень велика. Она по тем вопросам, за которые она отвечает. Ну вот вы не знаете, я поскольку вы, так сказать, берете именно коллективный договор, а я могу, и вам нравится сколько там пунктов хороших, как здорово они заботятся о здоровье, какой результат заботы о здоровье. Вот можно понять, почему так здорово заботятся они, потому что в итоге все это и заботы, и несмотря на то, что все это есть в коллективном договоре, и есть согласование. А в итоге там постоянно люди получают профессиональные заболевания. И количество этих людей, которые получают профессиональные заболевания, постоянно растет. Там очень много это написано. Да, и шутят там докеры примерно так, что товарищ Тимофеев, который заместитель председателя портового комитета, и который занимается оформлением профессиональных заболеваний, он говорит, скоро вся профсоюзная организация будет у меня, основная масса. Потому что там они платят уже не 2%, а 1%. Ну и, так сказать, являются инвалидами, которые получают потом дополнительную прибавку к тому заработку, который у них может быть там. Вот такая ситуация. Ну вот да, вот в первом пункте все время, например, не производить сокращение численности работников по инициативе работодателя без согласования с соответствующим правкомом. Затем обеспечить доставку. Да, все кадры в организационный вопрос производить по согласованию, а есть еще такая формулировка – учет умнения правкома. Кстати, две разных, да. Некоторые тут написаны, это тоже надо обращать внимание, по согласованию с правкомом, а есть по учету мнения правкома. Вы обратили внимание, что в Трудовом кодексе по согласованию с правкомом нет ничего? Ничего нет, это только в Клисин договоре здесь есть. А в прошлом Трудовом кодексе, который назывался, по-другому, не Трудовой кодекс России. А кодекс законов о труде, КЗОД, вот в нем, он действовал до 2001 года. И вот в нем было согласование. А в нынешнем выброшено все согласование, и осталось только учет мнения. А учет мнения – это задержка в том, чтобы начать реализацию или принятие того нормативного акта, который собирается сделать работодателю. То есть работодателю никоим образом это не мешает проводить свои решения в жизни, а только задерживает, не на некоторое время. Вот на время этого обсуждения, на время учета мнения, на время этой процедуры. Процедура проведена, все, после этого он издает. А если согласование, то если не согласованы, ничего он не издает. Ну вот если еще мы основную, первую часть третьего обязательства работодателя пункта возьмем, то то еще что? Тут в целях все, что должен делать, в принципе, работодатель, и уже рассмотрение работников, цели развития организации, в том числе тут вот прописано обучение работников смежным там профессиям. Например, написано еще 3.1.19, что ежегодно направлять работников для обучения, ознакомления с практическим опытом работы других, другие. Потом что еще? Не допускать возложения на работников, но это мы в прошлый раз разбирали, ответственности за ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска. Я вас на минуточку остановлю, вот по предыдущему пункту, по поводу того, чтобы ездить для ознакомления. Вот они ездили в Гамбург, там другие. То есть неверное обучение это сделано? Там, где имеются такие же докеры. И выяснили, что у них производительность урзания не хуже, а выше, а зарплата намного ниже. Так что они приехали и стали тем более требовать соответствующие. Вот еще такой пункт 3.1.32. Последовательно сокращать количество работников, занятых в ночную смену, без снижения интенсивной обработки судов, вагонов и других транспортных средств. Раз. И вот еще один такой мне показался интересный пункт, что при приеме на работу по переводу докеров, механизаторов из сторонних портовых организаций в организацию, сохраняйте им тот класс квалификаций, который они присвоили сторонней организации на момент перевода. Тоже это в принципе, мне кажется, в целях развития организации достаточно интересно. То есть тут мы видим, что уже коллективные договоры мы нацелены на развитие организации, в том числе и не обошли пункт обеспечения именно обучения. Теперь я могу вас проинформировать всех, что в связи с тем, что в ГЗОКе нет, вот после, когда началась работа над новым коллективным договором, вот сейчас она еще в этом смысле не закончена окончательно, попытался выкинуть работодатель все пункты согласования до единого. Справком согласования? Нет, в смысле. Справком. Да, выкинуть все пункт обеспечения договора, а докеры уперлись и не согласны. И до сегодняшнего дня они находятся в состоянии забастовочном, то есть они работу не останавливают, но всю процедуру забастовки прошли и, так сказать, нависают в этом смысле над работодателем, который пытался убрать согласование. Они понимают, что как только они уберут согласование, значит, тогда этот самый коллективный договор сразу, так сказать, будет выхолощен. Потому что если можно принять локальный нормативный акт без согласования, значит, можно ухудшать, уменьшать и так далее. Дальше, если следующий пункт рассмотрим обеспечение занятости, то тут что, тут интересно говорят про увольнение, про предоставление вакансий, вот, например, 3.2.3, при наличии вакансий предоставляет приоритетное право поступления на работу в организацию с учетом квалификации ближайшим родственникам, женям, мужу, детям. Работников, получивших увечья и погибших в результате несчастного случая на производстве. Вот уже здесь пошли, вот уже подготовочка к 3.3, охране, трубе и здоровье, уже все время пишут про здоровье, про то, что много летальных исходов, потому что мы видим, что это опасная деятельность, действительно. Потом, что еще здесь есть? То вот 3.2.10, лиц увольненных с прежнего места работы, в том числе из организации, за совершенные данными лицами хищения, или появление на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, принимать на работу в организации не ранее, через 3 года после совершения данных поступков. То есть тоже дисциплина. А потом, что еще, 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 еще. При значительной снижении объемов или ликвидации отдельных видов деятельности обеспечить обучение воспользуемых работников другим профессиям и специальностям. При отсутствии работ предоставлять по письменному заявлению работников отпуск без оплаты с гарантией сохранения места работы и стажа на весь период отпуска, а также предоставлять равные работы с оснащенными полицами и оснащенными. А потом, что, что, что. Вот 3.2.19. Не допускать без согласия правкомов увольнения при сокращении численности или штата работников. Идут вот 4 пункта. Первый – это тех работников, которые получили увечья или профессиональное заболевание в организации. Второй – которые имели травмы в течение последних 5 лет, которые зафиксированы актом формы H1. В общем-то, матерей-одиночек, которые имеют дети в возрасте до 15 лет, и работников, которым до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, осталось менее двух лет. Ну, это вот что касается второго пункта, вот третьего раздела. Ну и далее идет самый такой большой и самый большой пункт, в принципе, это понятно, по охране трудовой и здоровой. Тут многое, что я Вика в прошлый раз говорила. Ну что вот тут есть такое? Например, уже второй, 3.3.2, говорит, что обеспечить работников, имеющиеся у работодателя, договоренной информацией о состоянии условий труда на рабочем месте. А именно о том, что существует риск повреждения здоровья, температуры. То есть все это должно быть проинформировано. Затем 3.3.8, по-моему, Вика тоже в прошлый раз говорила, что обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда в размере не менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов. Вот я хочу сделать к этому вашему пункту добавление, которое связано с очень сильным, крупным изменением законодательства. В 2013 году был подготовлен закон о специальной оценке труда. В начале 2014 года он введен. Этот закон в корне меняет всю систему организации работы по контролю за состоянием условий труда. А именно, если раньше имелись специальные организации, аттестованные, которые могли замерить объективным образом, инструментально, то есть если температура, то не так, чтобы вам кажется сейчас тепло или холодно, а изомер идет соответствующим термометром, соответственно, частоту электромагнитных колебаний, запыленность, загазованность, содержание вредных веществ в воздухе и так далее, тяжесть труда, интенсивность труда, вибрационную опасность и так далее. И после этого определить, какой уровень вредности имеет эта работа, или она, скажем, не является вредной, или вредной, или особо вредной. И вот только после этого определяются компенсационные меры. А именно такие, значит, там, дополнительные питания, увеличение, отпуск, сокращенные рабочие деньги и так далее. Так вот, в целях, как записано в преамбуле к закону, специальные оценки условий труда, это вы можете посмотреть, это закон СОУТ, специальная оценка условий труда, в 13-м году подготовленном, в 14-м, принят, быстро, причем бегом, так что, я вот, например, следил за этими процессами, но я просто не заметил, как его приняли. Так быстро вы сражаться, и вдруг уже есть такой закон, уже есть специальная оценка, она коренным образом меняет весь подход. Если бы мы как философы оценивали, то бы она с точки зрения материализма раньше оценивалась, а теперь с точки зрения субъективного идеализма. Значит, во-первых, работодатель заказывает за деньги, за свои, значит, приход этой самой аттестационной организации, которая будет выяснять, каковы условия труда. Во-вторых, сначала оттуда приходит один человек, эксперт, и смотрит. И вот если ему показалось, что тут хорошие условия труда, то никакая проверка объективная, никакими инструментами, с помощью тех необходимых измерителей не проводится. И вот у вас было написано, что у вас особо вредные условия, он пишет, что все хорошо. Потому что когда он пришел, у вас машина не работала, а вы в это время такой вот той операции, которая является самой тяжелой, не выполняли. Потому что естественный ритм есть рабочий. Всегда можно прийти в такой момент, когда вот как раз той самой опасной и вредной операции не производится. Короче говоря, вы написали, что у вас не особо вредные, а вредные условия. А потом вы узнали, что у вас вместо пяти дней к отпуску два, и вместо вот таких вот дополнительных пособий, их нет. Лечебное питание вам не нужно, вам и так хорошо. А у кого было вредные условия, посмотрите, так у вас вообще тут курорт. Пришел в горячий цех, ему кажется, как тут тепло, он с мороза пришел, как тут хорошо. А вот статистика если показывает, что... Чего показывает? Ничего не показывает, он приходит и пишет, все хорошо. А если много кто умирает на производстве из-за вот... А ему-то какое дело? Он-то не умирает, вот он пишет, что все хорошо. Ну кто платит, тот и заказывает музыку. Если я работодатель, и иду проверять ваши условия туда, вижу, у вас вообще тут курорт. Красота. А вы еще сам что-то говорите. Вы тоже можете, кстати, заказать, и тоже. Только денег, как вы понимаете, какие деньги у профсоюза? Сравнимы они у деньги профсоюза, который собирает членские взносы, с деньгами работодателя. Вот скажем, работодатель там в нескольких компаниях в порту, гражданин Лисин, у него 17 миллиардов долларов. Как вы думаете, он в состоянии заказать хорошо и получить соответствующий взносы? Да, в состоянии. А профсоюзы с ним могут соревноваться по этой части? Не могут. Раньше они говорили о другом. Никто заказывал, а какой уровень? Вот это уровень вредных условий труда, а вот за этим рубежом уже начинается уровень особо вредных. Это опасные работы, а это особо опасные работы. Там у них еще и верхолазные работы есть. И потом они работают в трюмах при температуре очень низкой. И кроме того, значит, они работают во все дни, независимо от погоды, какая погода. Есть дождик, нет дождик, идет снег, не идет снег. Они работают, независимо от этого, занимаются перегрузкой. Ну вот это надо иметь в виду, что вот когда составлялся этот коллективный договор, такое еще не было. Поэтому вот если у них это, это без ссылки на кодекс просто записано, если это есть в коллективном договоре, оно никуда не выпадет. Потому что в коллективном договоре может быть лучше, чем... Чем вот то, что да, я мечтал. А если они, допустим, привязали в коллективном договоре цитату сделали из кодекса, то поскольку кодекс изменился, и до свидания, и это к закону. Закон изменился, и улетел это из кодекса. То есть это осталось бы запись, но она уже недействительна. А вот что касается цитат из кодекса, тут никак их не много. Вот потому-то их тут и не так много. Потому что если ухудшат кодекс, коллективный договор будет продолжать действовать в соответствии с тем, что вы и сказали, что может быть улучшены условия по сравнению с тем, что предусмотрено законом. Пожалуйста. Мы говорили, что при каждом несчастном случае на производстве случаев профессионального заболевания нужно примирать комиссию для своевременного расследования обстоятельств и причин данного случая. Ну и, естественно, в состав комиссии включать представителей правкома. Затем, тоже Вика говорила, что, ну, у нас 3.31, своевременно выдавать удобную и современную спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, а также предметы личной гигиены. Ну, это понятно, да. Обеспечить потом круглосуточную работу медпунктов на территории организации, если что там у них случится. Потом ежегодно проводить по каждому подразделению анализ профзаболеваемости и разрабатывать и осуществлять меры по предупреждению профзаболеваемости с привлечением специалистов. Соответствующие учреждения идут с учетом мнения правкома. Вот, то есть тоже какой-то анализ проводить, профессиональные заболеваемости есть, нету, как они там возрастают, чтобы тоже следить за условиями труда. Да, потом по писанному заявлению работника или наследников работников рассматривать размер компенсации морального вреда, возникающего в результате травмы или же этой профессиональной заболевания, либо иного повреждения здоровья, которое связано с исполнением работникам трудовых обязанностей. И предоставлять правкому возможность участия в составлении соглашения с работником о компенсации морального вреда. Вот. Здесь дальше, по рабочему времени, тут тоже большинство, они связаны, естественное рабочее времени, дополнительные какие-то ежегодные опуска и все в этом роде связаны тоже с исполнением труда. Потому что тут как раз таки говорится в 3.4.1, что предоставлять работникам следующие дополнительные ежегодные оплачиваемые опуска в календарных днях. Первое, за работу во вредных условиях труда. Устанавливать продолжительность дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда при отсутствии учета и контроля со стороны работодателя в максимальном размере, который предусмотрен там вот приложением 10. А вот если они не ссылаются, вот где здесь, на трудовой код, значит это так сейчас и будет действовать? Вот как они записали, так и идут, да? Да, если в коллективном договоре есть, то и будет так и действовать. Потом за ненормированные рабочие... То есть нельзя хуже, чем в законе, а лучше, пожалуйста. Ну да, за ненормированный рабочий день, потом за работу в трехсменном режиме, за работу в двухсменном режиме, женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, их давать в четыре рабочих дня, чернобыльцам и почетным донорам и иным льготным категориям, определенным доказательством РФ по их личным письменным заявлениям в размере, который определенным законодательством. Вот. Потом зародную плату за время отпуска выплачивать не позднее, чем за три дня до начала отпуска. В случае задержки выдачи по вине работодателя продлевать продолжительность оплачиваемого отпуска на срок задержки. Если заявление на отпуск подано не позднее, чем за пять дней до начала отпуска. Ну, это, наверное, сложнее доказать, что действительно, думаю, что вряд ли такие случаи, но здесь хотя бы это предусмотрено. А что тут доказывать? Тут доказывать нечего. Человек пришел перед отпуском, должен получить деньги по закону, по кодексу. Ну, да. И все. Написано, что должен, но не выполнили, и что ничего. А здесь прописано, что если он не выплатил, ну, соответственно, взвод, сдвигается отпуск и продлевается на такое же количество дней. Не, я просто думаю, что если этот круг здесь записан, то вряд ли в такой крупной организации такие бывают. Потому и не бывает. Раз записано. Раз записано. Потому что работодатель знает, что если это будет, ему придется, так сказать, продлевать отпуск и оплачивать не 30 дней, а 33 или 35 или 37. Ну, пожалуйста, если работодатель хочет, чтобы он сидел, так сказать, ждал, когда, наконец, будет выплата, ну, хорошо. Работник будет отдыхать. То есть время отдыха, отпускное у него не сокращается. А так, вы купили билет. Вот, вы со всеми, так сказать, вас родственники ждут. Вдруг выясняется, что у вас нет средств для того, чтобы поехать в отпуск. Потому что вы не получили, как тут правильно написано, не все это знают. Что такое отпуск и нерри? Это заработная плата за время отпуска. Да. То есть вот заработная плата вся распределяется таким образом, что часть зарплаты выплачивается перед отпуском. Работнику. Потому что он работает постоянно. А не то, что это какая-то отдельная плата, которая не является заработной платой. А как заработную плату? Можно задерживать? Нельзя. Вот поэтому здесь предусмотрены меры. Потому что не просто какие-то разговоры, что обязательно выдавать. Напишите, что обязательно, четыре раза. И с восклицательными знаками. От этого ничего не изменится. Это многие люди не понимают, даже занимающиеся политикой. Говорят, надо написать обязательно. Напишите. А вопрос не в том, что написать. Вопрос, какие меры будут приняты, если эта обязанность не будет исполнена. Это, между прочим, тоже. Мы в прошлый раз говорили об этом, что это предупреждает конфликты. Если это записано, это вот представьте, сколько здесь сидит возможных конфликтов, если бы это не было урегулировано эликсирным договором. То есть сколько тут вопросов и пунктов, по каждому из этих пунктов может разгораться конфликт. Да, может. Да, это тоже означает. Но просто другой вопрос, что сколько там вот этих людей, блокеров, механизаторов, ознакомленных с данным документом? А вот сколько, значит, вот я им предложил, раньше была такая же картина, как во всех организациях. Есть у председателя правкома коллективный договор и у генерального директора. А вот мы договорились, что, во-первых, проект коллективного договора будет напечатан, роздан каждому докеру. Почему? Каждому. Проект. Потому что хороший коллективный договор, его невозможно отстоять без забастовки. Обастовать будут все, а считать будет один? Значит, каждому это надо выдать. Будете вычитать, не будете вычитать, но вы не скажете, что вы не знаете. Вот у вас лежит коллективный договор. Хотите, знакомьтесь, не хотите, не знаю. Всем выдали. И был проект роздан, так сказать, во все компании Порта, типовой проект коллективного договора, который был таким образом подготовлен. Они поэтому отличаются потом принятые коллективные договоры, но незначительно. Вариации. А после того, как был договор отключен, в текст было включено, что администрация обязана распечатать в таком-то количестве. И тут тоже это есть. Но докеры, разумеется, вписав это, они за счет профсоюзной организации печатали. Ну вот они ко мне обратились, и я попросил типографию Политехнического университета, они напечатали им для каждого докера. И они приехали на машине, увезли весь тираж и раздались докерам-механизаторам. Вот это контроль за выполнением коллективного договора. Это вообще большая редкость, потому что, если вы спросите знакомых, во-первых, коллективный договор вообще редкость. И в советское время тоже было редкостью заключения коллективного договора. То есть право есть, обязанностей нет. Значит, в Ленинграде только пятая часть предприятий имела коллективный договор. А сейчас, я думаю, и того меньше. А вот этот коллективный договор, мало того, что он в очень крупном, в очень серьезном предприятии, там и большое количество работников, и большой объем переработки грузов, и очень современная и исключительно дорогая техника, суперсовременная и супердорогая, то есть он на высшемировом уровне обеспечен всей необходимой техникой. Очень высокая квалификация докеров, то есть люди туда приходят, там нет никаких гастарбайтеров, потому что никакой гастарбайтер и эту работу выполнять не может. То есть она исключительно, так сказать, требует. В кабине перегрузчиков, в больших контейнеровозах стоят вычислительные машины, там заложен маршрут, куда подъехать, из какого этажа, где стоят эти ящики, контейнеры, снять, каким маршрутом поехать и так далее. То есть это, в общем, самый современный труд, какой только может быть в наше время, высокомеханизированный, частично автоматизированный и так далее. И очень высокая квалификация. И требующая большого искусства, потому что это огромные машины, и нужно с этими машинами управляться, им можно убить любого, этой машины. И очень быстро. Или, скажем, если рухнет этот самый контейнер, который несколько тонн весит. На самом деле, да, так и есть. И получается, весь третий раздел по обязанности работодателя, он идет хоть в разные пункты, там оплата, обеспечение занятости и так далее, там все равно есть одни и те же пункты, которые указывают на обучение. Все время акцент делается на то, что обучение и, в принципе, что это сложная работа, которая связана с опасностью для здоровья. И вот этим вниманием везде мы везем. Вот обратите внимание, сегодня мы пришли сюда, в институт. Здесь газета лежала, еще лежит там внизу. Как она называется? Бесплатный. Метро. Это, кстати, газета, когда докеры заключали договор, была забастовка. Они по 400 тысячам пускали против докеров. Вот это самое. Да, в этой газете по заказу от администрации. Администрация платила и, соответственно, они ее выпускали. Так вот, в этой газете написано, что недавно, на днях, значит, мамаша оставила коляску недалеко от стены здания. Там был годовалый малыш. И оттуда свалилась с крыши огромная льда. Изуродовала коляску и травмировала очень сильно ребенка, который отправлен в больницу. Но вот если бы он был не в коляске, еще было бы страшнее. Механизаторы, они думают о жизни, здоровье, прописываясь, настраиваясь к самим себя, чтобы не впадать в такую ситуацию. Ну вот можно так вот взять и оставить. Около. Причем всякие случаи есть. Есть случаи такие, что один умный человек взял и выбросил утюг. Стояла коляска рядом с домом, попал прям туда и вот. Это называется убийство по неосторожности. Ну ладно утюг, а сосульки, это очень конфликтогенная тема. Вот например, вы видели на Невске, они проезжают. Что они делают? Мы просто на стене. Они просто на стене, а пишут шрифтом вообще, который не видно мелким. 14-ми, я там не знаю, какой кебли. Не важно. В общем просто, так очень маленько, просто вот никак не объемничал. Просто вот так делают и красной ленточкой огораживают. А я смотрю, меня трясет. А вся улица Рубинштейна, а сколько машин? Там же паркуются, сколько машин уже искалечено. Ребята. Причем это, причем спрашивается. Люди, которые пишут коллективный договор, они думают, что может произойти. А эти говорят, вы знаете, оказывается, есть закон тяготения. И по закону тяготения упал. Потому что это договор в рамках организации одной, и они думают, и мы видим, что они заинтересованы в ее развитии. Да, конечно. А тут, конечно, это другая немножко тема. Это социальная уже проблема, но сосульки меня убивают. Ходите аккуратно. Даже вот, скажем, на переговорах был такой разговор. Хорошо. Ну, вот вы там считаете, что мы очень большую затривали компенсацию в случае травмы. Ну, хорошо. Вот ее травмировать больше, чем вот мы, во сколько мы рассматриваем. И вы будете всю жизнь оплачивать за убийство докера. Ну, что, вы сэкономите, что ли? Вот докер говорит, вы сэкономите на этом, что вы будете все время платить? Сейчас вы лучше приплатите за то, чтобы не было такого, а так вы будете постоянную дань платить. Или и человека не будет. Вот. Так что довольно-таки это бывает очень острое столкновение, когда обсуждается. Но это обсуждение, это не конфликт, когда принимается. Это нормальная совершенно работа. Так. Вот, кстати, еще третий пункт, который из разделов в раздел тут выходит. Это то, что, значит, первое, я сказала, это что опасность здоровья, условия труда. Второе, это то, что обучение, должны быть квалифицированные докеры. И третье, это тут все время про дисциплину говорят. И вот даже вот здесь, я сейчас зачитываю рабочее время, здесь пункт 3.4.21 написан документ, подтверждающий правомерность отстранения от работы работника по признакам опьянения, считать справку медицинского учреждения. И, в общем, есть вот тут прямо прописано то, что будет, если человек придет в опьянение. Или, вот мне нравится, что написано, еще наркотическое, и отдельно они выделяют эти такси... Ну, вот это таксическое. Я вот видел, наблюдал такую сцену, когда товарищ Фомичев, председатель профкома первой северной компании, разговаривал со своим генеральным директором. Он говорит, почему вы? И мы же дали согласие на увольнение вот этого пьяницы. А почему вы не уволили? Потому что докерам это не надо, эти пьяницы. Потому что у них большие бригады, там 200-300 человек. Придет туда пьяный, а зарплата, так сказать, на всех делится. Зачем нужен такой товарищ? То есть они крайне отрицательно относятся... Они могут там выпить в субботу или воскресенье, но на работу, чтобы пришел кто-нибудь, это вообще исключено. Но опасно это. И опасно, и... Поэтому люди, которые попадаются, причем недавно уволен очень опытный докер, очень квалифицированный, пришел, пришел на работу в пьяном виде. Все, на этом закончилась его вся работа. И он участвовал в переговорах, и отстаивал, и так далее. Но вот сразу, так сказать, он выпал из числа тех, кто это делает. Вопрос такой, а без конфликта такой договор можно принять? Без конфликта? Да. Как вы считаете? Я считаю, что вот просто так, что пройдился такой договор, нет. Я думаю, что, конечно, какие-то предшествуемые, предконфликтные фазы, и я думаю, что открытое столкновение, и вот в результате этого взаимодействия правкома и работодателей был выработан такой вот коллективный договор. Я думаю, просто так... Как-то вы ушли от ответа. Можно без такой хороший договор, без конфликта принять? Нет, так и было. Полтора года была забастовка. Полтора года была длительная забастовка. Но такая вот, я уже говорил, забастовка, в которой выставали, допустим, только один час в день и так далее. То есть, которая все время настраивала работодателя, давайте все-таки решать будем или как. Мы можем и два часа сделать, и три. Поскольку пройдена процедура, забастовочный комитет может за три дня уведомив изменить порядок забастовки. Если было, скажем, час в начале дня, а может быть еще час по окончании, то есть до окончания смены, а может быть еще час после обеда, а может вообще начинаем после обеда, все что угодно, а можем вообще не работать в какой-то день и так далее. То есть, это ведь вопрос, который в случае, если пройдена вся процедура подготовки забастовки и никаких нарушений нет, и это констатировал и в том числе и работодатель, причем с работодателем приходится согласовывать, скажем, перечень минимумов работ во время забастовки, потому что, скажем, есть грузы, которые направляются в больницы, есть грузы, которые направляются по линии министерства обороны и так далее. Вот есть такой минимум, который нужно согласовать. И несмотря на то, что был общий конфликт, но эти вопросы согласованы, и во время забастовки докеры выполняли, выполняли, вот этот, соблюдали этот минимум работ. Кроме того, скажем, приходит капитан иностранного судна к генеральному директору и говорит, вот, надо бы разгрузить, а забастовка? А генеральный директор что говорит во время забастовки? Идите вот к кому, куда он посылает? Ну, кто командует во время забастовки разгрузкой? Работать, не работать, кто решает? Ну, что работодатель решает во время забастовки? Сам докер сам. Нет, забастовочный комитет. А. По закону, вы же вот читали, вот почитайте еще насчет забастовки. Забастовочный комитет читай. Все вопросы решает забастовочный комитет. Будем, не будем, что будем, что не будем и так далее. Если забастовка законная, все. Поэтому можно такой вывести закон, что хороший коллективный договор без какой-то крупной забастовки невозможно принять. Тогда на окончание остановилось. Но это обеспечивает бесконфликтность в течение шести лет следующих. Почему? Три года, и если продлится, то еще три года. А если работодатель не хочет продлевать, то он вспоминает, какая была забастовка, и потом хочет уже продлевать. Опять бесконфликтность. Чем обеспечивается это? Ну, тем, что был большой открытый конфликт. Мы как конфликтологи относимся к конфликтам. Если этот конфликт продвигает в прогрессивную сторону условия для работников, для трудящихся, это конфликт обоснован, прогрессивен. А если конфликт сводится к тому, что люди ухудшают друг другу условия, то это совершенно отрицательное явление. И надо тут, так сказать, мирить. Ну да, но если эти докеры, они все заинтересованы, и правком у них качественно работает, и они знают, какой был коллективный договор, то вряд ли они еще какой-то следующий будут хуже предыдущего. То есть уже если такая планка поставлена, то, скорее всего, она будет развиваться. А вот вы не знаете, сейчас там что происходит? Знаю, там сейчас забастовка. Забастовка? Да. Ничего там у них договора. Ничего, все нормально, все работает. Все работает, поэтому ушло? Да. У них забастовка по поводу того, что хотят убрать пункты согласования. Они бастуют. Пункты согласования с правом? Ну как они бастуют? Они работают. То есть все оформлено, есть забастовочный комитет, и в любой момент они могут собрать конференцию и принять решение о бессрочной забастовке с такого-то числа. Они вот не собирают конференцию и не принимают. Они ведут переговоры, постоянно ведут переговоры, потому что таких вот случаев, чтобы они не вели переговоры, вообще не бывало. Они продолжают переговариваться, но вот сохраняя за собой, иначе у них нет тогда никакого рычага, а рычаг у них есть. И вот тогда, когда на других предприятиях и в других компаниях, вот когда не было грузов или, скажем, нет объема работ, что происходит? Увольняют, выгоняют, сокращают, или там переводят на две трети тарифа только, поскольку нет загрузки, не обеспечивают работы. Здесь администрация по договоренности с докерами, с профсоюзным комитетом, что сделала? Она предложила пожилым товарищам, пенсионерам, такие суммы, которые сказали, что мы вам даем такие суммы, а вы, пожалуйста, по собственному желанию покиньте, пожалуйста, наше предприятие, мы вам даем 10 окладов. А оклад, допустим, по 90 тысяч, тот получает 900 тысяч. Он подумал, подумал и пошел. И у них вот все вот эти увольнения были сделаны таким образом. И на сегодняшний день, теперь дальше, не члены профсоюза, их увольняйте, говорит, ничего страшного. Правком, говорит, это согласовано. Не членов профсоюза всех поувольняли, и первый контрольный терминал, это вот замечательное такое предприятие в условиях современной России, где 100% членов профсоюза. Нет ни одного работника, который не был бы членом профсоюза. Либо профсоюза докеров, если это докер, либо профсоюза работников водного транспорта, если это механизаторы, которые обслуживают краны, всю технику, погрузчики и так далее. То есть, где вы такую организацию еще найдете? А почему так получилось? А потому что они вот находятся в состоянии забастовки, с ними надо очень вежливо разговаривать. Если вы хотите, чтобы с вами вежливо разговаривали, что нужно делать? Надо силу иметь. Да, но это так тоже. Это именно среда, я думаю. Тут такая конфликтная ситуация, забастовки, в принципе, что есть такой кольцентр. А что там конфликт? Я думаю, что это среда, потому что действительно, первое, что приходит к голову, что это такая тяжелая работа, организация заинтересована в ее поддержании, на таком же уровне, на котором она есть, и поэтому сделаны, в принципе, много условий для поддержания работников. Там руководство понимает, что она таких людей, таких квалифицированных, но не найдет. Да, и все время вот про обучение. Где тут еще? Тут даже вот по оплате труда 3.5, тут даже, где я хотела сказать-то, при направлении работников, например, 3.5.15, при направлении работников с его согласия для работы не по профессии, при отсутствии квалификации по специальности, изучении и выполнении норм, оплату производить в размере не ниже его среднего заработка. 21.5.21. Ученикам докеров, механизаторов за время теоретического обучения по направлению организации выплачивать 50% тарифной ставки. А за время прохождения практики в бригаде производить оплату в соответствии с законодательством РФ. То есть стажерам-то как платят, ребята. Стажерам платят как по законодательству, а себе больше получают. Обратите внимание. Высокопроизводственного труда обеспечит увеличение реального содержания заработной платы работников путем повышения с 1 января каждого текущего года тарифный ставок и должностных окладов по профессиям и должностям работников согласно штабному расписанию. А вот тут, кстати, статусы, да, с положением о порядке повышения уровня реального содержания заработной платы. Ну, это вот по оплате труда 3.5. Потом по социальным гарантиям и льготам 3.6. Что тут вот про работников, про детей и семьи? Значит, вот тут тоже очень интересный момент вы нашли здесь. Это повышение уровня реального содержания зарплаты. В кодексе записано в двух статьях. В 130-й государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Так? А в 134-й статье атака заглавлена обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. И все. Ни мер никаких, ни обязательств, никаких мер ответственности, ничего нет. Так вот, это одна из немногих организаций, где есть повышение реального содержания заработной платы. А все остальные находятся в плену инфляции. Потому что цены все время растут, тарифы растут. И, соответственно, реальное содержание заработной платы, доходов, стипендий, пенсий уменьшается, 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 уменьшается. Вот те, кто борются только за индексацию, они в конце года повышают заработную плату на какой уровень? На тот уровень, который был год назад. А здесь ведь. Так? А потом что? А потом начинается то же самое. В течение года вниз, все вниз, вниз, вниз. Реальные доходы. А потом реальное содержание, все уменьшается, полученных доходов. А в конце года опять возвращается назад. Как бы вот вас сажают на эскалатор, который идет вниз, а в конце года опять туда, наверх поднимают, и опять вы пошли вниз. Вы знаете, что такое сизифов труд, да? Камень сизиф закатывал на гору. Вот как он туда закатывается, он раскатывается. Потом опять его закатывается. Поэтому хорошее занятие придумали работодатели для работников. Вы давайте боритесь за индексацию зарплаты. И даже есть целые организации, целые политические партии, которые борются. Но это сизифов труд. Дескать, давайте вы занимайтесь суетой-сует, поднимайте это самое реальное содержание. Потом она скатится снова вниз. Потом вы опять поднимете, она скатится. А в это время, так сказать, работодатели прибыли свои увеличивают, увеличивают, увеличивают. И вы знаете, что у нас десильный коэффициент в России, отношение доходов в 10% самых богатых к 10% самых бедных – 32. Тогда как, скажем, в саганиндавских странах – 3, 5, в Европе – 5, 7, в Соединенных Штатах Америки – 9, а нас – 32. Поэтому не надо говорить, что мы нигде не опережаем другие страны. Очень сильно опережаем по уровню социального неравенства. Ну вот, понятно, что такой коллективный договор, и он и это компенсирует в известной мере. То есть, растет благосостояние компании, там это приложение, которое говорит о росте реального содержания зарплаты, оно привязывает увеличение процентов, к росту производительности труда. Увеличилась производительность труда, повысилась зарплата. Что при этом с прибыли происходит? Вот что происходит с прибылью у работодателя, если повысилась производительность труда и повысилась заработная плата? Что вы скажете по этому поводу? Либо тоже повысилась труда. В зависимости от пропорции. В зависимости от пропорции. Если производительность труда растет быстрее, чем зарплата, то получается, что в единице продукции доля зарплаты уменьшается. А раз доля зарплаты уменьшается, значит, доля прибыли в единице продукции увеличивается. Поэтому рост реального содержания зарплаты совместим с ростом прибыли. И чем, скажем, единственное требование, которое должен выполнять работодатель, что вот он, если обеспечивает повышение на 10%, то он может на 6, на 7, на 8 повышать зарплату и прибыль у него вырастет. Ну вот, значит, по социальному гарантирую кодов тут опять выделено. А, тут в принципе, чем надо обеспечить работника, чтобы он хорошо работал, там бесплатными пропусками, потом хозяйственным содержанием, одежда, питание. И, кстати, столовый и буфетов на территориальной организации про графику, опять согласованную с правкомом. Потом, что комиссии по контролю за качественным приготовленной пищей в столовых и буфетах, то есть опять здоровье, пища, еда. Потом подача автобуса для доставки работников в ближайшие станции метро по графику, согласованную с правкомом. Ну вот я хочу сказать, что такое пропуск туда. Это, значит, пограничная зона, Труктанные острова, дорога на Труктанные острова от метроавтов. Поскольку я вот консультант правкома этого, и на период переведения переговоров они мне заказывали пропуск, они пишут, вот бесплатный пропуск, пропуск такой стоит 4 тысячи рублей. А, то есть тоже. Да, то есть человек идет на работу и говорит, заплати сначала, за то, что туда пройдешь. Здорово придумано, конечно. И для того, чтобы получить пропуск, нужно согласовать эту фамилию с органами пограничными. То есть с ОСФСБ у нас находится на... Тут получается бесплатный пропуск на территорию, вот при этом... Да, и бесплатный автобус, да, еще поездку. Да. На личном транспорте раз, или на автобусе. И там еще они писали про развозку, если больше, чем 500 метров, то еще бесплатная развозка будет. И в начальное дневное время. А оттуда не уехать ни на чем, там ничего нет. Ну, трамвай раньше был, его нету, автобусы были, тоже их нету, вот поэтому так получается, что им приходится записывать с квалифицийный договор. Или своим транспортом, так дайте ему проехать и поставить. Или развозка. И вот опять по социальной варантине года, тут опять выделено 3.6.16, что в случае смерти работника, если же такое произойдет, организация лицу, понесшему расходы на его погребение, производит денежную выплату в размере фактических расходов на основании предоставленных документов за вычетом компенсации, полученной в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга. То есть в случае смерти ближайшего родственника работника организации выплачивать материальную помощь в размере двух минимальных месячных тарифных ставок. А, и ближайших родственников – это матери, отца, жены, мужа, сына, дочери, родных братьев и сестер. Да, это значит, что они получают компенсацию от государства, а сверху этой компенсации… Еще плюс организация платит. Да, организация платит при предоставлении документов. То, что вы потратили, принесете документы, квитанции, и по этим квитанции будут оплачены. Вот, еще 3,6,30 работников, которые заболели на рабочем месте, перевозить в больницу, клинику или до места жительства на транспорт. Вот мы обычно как говорим, давайте не будем о грустном, давайте не будем, потому что мы не будем о грустном, не попадет в коллективный договор, человек кто-нибудь умрет, и они, так сказать, попадут в такую ситуацию, что и родственник близкий умер, и невозможно, так сказать, организовать нормальное погребение. Ну да, здесь вот так грустно есть. Ну и вот опять, если бы мы вот дошли уже люди, которые дошли до 3,6 и там какой там последний, вот до 3,6, опять я думаю, что всех, ну вот так, это меня точно, да и вас, что все время согласование с правком, согласование с учетом мнения правком и так далее. И вот отдельно есть целый 3,7 раздел по гарантии профсоюзной деятельности работников. То есть еще раз, у нас есть во втором разделе, где прописаны обязанности работодателей, работников и правкома, и вот во втором тут и как раз написано, что правкома обязуется осуществлять контроль за, это вначале написано, правкома обязуется осуществлять контроль за соблюдение трудового и связанное с трудовыми отношениями законодательства, соглашение настоящего коллективного договора и развивать самоуправление трудовых коллективов работников. Второе, соблюдать действующее законодательство в отношении с работодателем и выполнять принятые в настоящем коллективном договоре обязательства, рассматривать и принимать соответствующие решения во всех случаях. Следующее, всеми доступными средствами способствовать выполнению работниками обязательств и Г, всеми доступными средствами способствовать выполнению организации соглашения и коллективного договора. Так и тут еще раз, ну больше, но вот по гарантии о профсоюзной деятельности работников, еще раз, там написано это уже в конце вот третьего раздела, что профсоюз безвозмездно предоставляет правком необходимое помещение, обеспечивает реализацию правкома и другими органами профсоюзов право предоставления и представительства интересов работников, при регулировании социально-трудовых отношений, это нам важно, включая ведение коллективных переговоров и разрешение трудовых споров, затем обеспечивать право профсоюзных правовых и технических инспекторов труда, беспрепятственно проводить проверки состояния условий охраны труда работников, и еще вот я выписала, обеспечить участие представителей правкома в работе аттестационных, квалификационных и комиссий по охране труда с сохранением среднего заработка во время участия в их заседании. То есть в принципе, вот если еще встанет вопрос, вот что все по согласованию правкома, потому что такой пункт можно было именно на самом деле поиграть, да, что вот так написать, во-первых формулировка, обратить внимание, что учетом мнения и согласование правкома это разные вещи, можно было как-то с этим поиграть, что вот все время написано по согласованию с правком, по согласованию с правком, а так а что правком делает, какие интересы, но тут вот как бы вроде прописано и вроде ты им придерешься, Потому что и в начале это прописано, и в конце. Ну, и это вот мы третий пункт разобрали, четвертый раздел контроль за выполнением коллективного договора. Ну, там, в принципе, контроль прописан, я даже не хочу останавливаться. Ну, и пятый, это завершается подготовкой проекта нового коллективного договора. И там еще, что там еще? Ну, там просто вот 8 пунктов, что заключение коллективного договора, это коллективные переговоры, ну, вообще такие вот положения, которые тоже интересно прочитать. Дальше подпись, и все. Ну, и все. Я, наверное, покачу. Спасибо. Я думаю, что очень интересно, большую проделали работу. Вот, и сама вот эта практика, которая здесь запечатлена в этом коллективном договоре, она действительно достаточно глубокая, и поизучав, можно больше узнать о производстве, чем там много раз ходить и глядеть, что там происходит. Сразу посмотрев на этот коллективный договор, можно увидеть, в принципе, специфику и внутреннюю структуру организации. Вот. И что еще хотел сказать? А, ну, в принципе, для анализа нам же нужно еще какой-то взять коллективный договор. В принципе. А вот их не так и много, которых есть. Где найти хороших для анализа? Искать в интернете. Чтобы сравнить. ОРЖД есть. А? У нас есть коллективный договор нашего университета, между прочим. У нас есть правкомы. Поднимите руку, кто состоит в правкоме. Все. Правком или профсоюзе? В профсоюзе, да. А, что это все уже члены правкома, думал, ничего себе. Если что, профсоюз. Так вот у нас два профсоюза. Студенческий профсоюз, насколько я знаю. И преподаватель. Вот я как преподаватель расписался за то, что я прочитал коллективный договор. А вы прочитали его? Да. Это первый раз за всю историю моего пребывания в университете. Вот года два назад принесли. Так что, в принципе, можно вот, вы можете зайти в наш этот правком и сказать, нельзя ли у вас копию получить. Интересно, что там написано. Он раньше был в Афлиге или там, в Ректорском. Сейчас не знаю, где находится. Туда-сюда их все время двигают у нас. Там, в Афлиге или там. А? В Афлиге или там. Но их там с одного этажа на другой все время перемещают. Вот. Теперь там одно время там сидел уже проректор по науке в соответствующем помещении. Но, во всяком случае, можно для интереса, так сказать. Вот кто-то может взять такую задачу, взять, посмотреть, насколько. И сравнить, насколько отличаются. Я думаю, что, конечно, это сравнение будет не в пользу нашего. Потому что все исходит. Не в пользу нашего университетского. Из интереса. Если бы были коллеги. Почему нет в каких-то организациях, я не знаю, современного плана, да? Да потому что специфика работы не предполагает вот такие коллективные договоры. Тут видно, что действительно работодатель, он заинтересован. И делает все в целях, ну вот, действительно развития организации. И поддержание, главное, охраны труда и здоровья работников. Потому что это все очень опасно. И без этого коллективного договора, я не знаю вообще, как там бедные эти дукеры, механизаторы, которые у него уже снятся, работают. Да, то есть вообще организовать все это дело, бесперебойную работу, очень сложно без такого коллективного договора. Надо сказать, что руководство понимает это. Вполне понимает. Оно, конечно, упирается, там, прочее, прочее. У него есть еще там свои начальники. Поэтому я ему сказал, что вот это руководство такой фокус проделало, что оно отказалось подписывать коллективный договор. И в панике был председатель правкома, товарищ саржент. Говорит, что теперь делать? Мы столько времени потратили, избастовка была. А вот председатель правкома, он как, он адекватный? Да. Все хорошо? Да. Нет, уже его нету, он уже умер. А вы кто сейчас? А сейчас там, да, сейчас там молодой, довольно-таки хороший, толковый председатель. И вот я им говорю, так, а что вам надо? У вас же все подписано все. Печатайте. Напечатали, и все, и все. И никакого конфликта. А он все хотел еще раз переговоры доказывать, там, идти к хозяевам. А что хозяева? Хозяева не хотят такое подписывать. А тут все подписано по частям. И все. Раз по частям подписано, видели там подписи на страницах? Подписи под каждым приложением, в печати. То есть, все это, раз это все действует, для права безразлично, какой номер этого пункта. И безразлично, где он стоит, в начале, в конце, в середине, какая структура, какая логика. Для выполнения какая разница? Никакой. То есть, вот для юристов все равно, как вы поставите. Для другой какого-то жанра это все имеет значение. А тут нет никакой разницы. И поскольку это так, то, значит, после того, как напечатали, вся администрация стала этим пользоваться, никто больше вопрос не поднимает, и все действуют по коллективному договору. То есть, получилось, как вот вам, что, шашечки или ехать? Ну, если ехать, то вот, печатайте много его. И хорошо, и красиво. Красиво и много напечатали, я, может быть, как-нибудь захвачу, им покажу, как выглядит праздничный вариант этого коллективного договора, как он выглядит, да, как он напечатан. И еще они попросили напечатать, сказали, мы еще заплатим правком, чтобы был крупный шрифт, потому что у нас там не всегда светло. И потом есть люди, которые уже плохо видят. Вот нельзя ли сделать такой коллективный договор, который бы легко было читать? И вот такой договор, я его принесу в следующий раз. Вот, кстати, еще в целом, я хотела отметить, что в лицинном договоре, ну, хотя, не положительное, но хотя бы нейтральное отношение к забастовкам. А вот в Трудовом кодексе, вот я даже прочитала, если мы, главу 7, статья 41, это, конечно, основные требования содержания в лицинном договоре, то там вообще прописано, что пункт, который предусматривает отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора. Ну, это и нормально. Если мы договорились с вами по какому-то пункту, то, значит, вы будете по этому поводу, по этому пункту бастовать? Все равно. По соответствующим условиям, то есть по этим условиям не будет забастовок. Там вот люди, которые это не понимают в формулировке, они пишут, мы, значит, вот закончили переговоры по коллективному договору, и с заключением коллективного договора мы отказываемся от забастовки. Вот мне приходилось им объяснять, вы что, с ума сошли, вы отказываетесь от конституционного права своего. Это право записано в Конституции в 37-й статье, и это записано в кодексе, а вы от него отказываетесь. А чем вы дальше будете? Вы не собираетесь потом как-то добиваться вообще исполнения? Именно этот тут. А что вы при выполнении? Тут имеется в виду вот на данном? Условия. Имеется в виду по этим условиям, которые записаны в коллективном договоре. А что, все записано? В коллективный договор попало то, о чем вы договорились. Раз вы договорились, зачем вы будете его тут бастовать? Вы же договорились? Мы зачем с вами сидели, переговаривались? Чтобы договориться? Договорились, договорились, подписали, подписали. Подпишитесь, что вы по этим пунктам, вы не будете, по этим условиям, которые есть в коллективном договоре, вы не будете бастовать. А это нормальная такая запись. Можно ее написать, что коллектив или профсоюзный комитет гарантирует, что по этим. В случае выполнения вот тех условий, в случае выполнения, конечно, если вы не будете выполнять, это не отказывается в случае выполнения тех условий, которые урегулированы коллективным договором, по этим условиям забастовок не будет. И что из этого следует? А по другим? Будет. Может быть. Будет, не будет. То есть, по крайней мере, не отказывается от права на забастовку. Но нет такой задачи конфликтовать. Задача, если мы сидели и урегулировали, в том числе с помощью забастовки, урегулировать какие-то пункты, так зачем по этим вопросам снова бастовать? Такой цель какая-то есть? Бастовать этот самоцель или средство? Это средство и выражение того, что у нас нет принудительного труда в России. То есть, не обязаны люди в каких угодно условиях работать. А они обязаны работать по всем условиям, с которыми они соглашаются. Другое дело, что если в одиночку вы приходите и принимаете, и нанимаетесь на работу, то все эти права, которые написаны, что при приеме на работу вам нельзя отказывать. Ну, как вот это реализовать? Никак не реализуешь. Дескать, нельзя отказывать там беременным женщинам, нельзя отказывать таким, таким, таким. А он скажет, мы не отказываем, просто она нам по таким параметрам, по другим не подошла. И все. И никакие тут суды, никакие тут споры, ничем хорошим не кончаются, потому что это невозможно. А тут вот люди-то пришли поодиночке, но они представляют собой коллектив, и неважно, что это не записано в кодексе, что понятия коллектива нет. А коллективный договор есть, коллективный трудовой спор и есть, и коллективный договор заключен. Вот, значит, это вот такое мощное очень орудие и в руках работников, и для умных работодателей, подспорье для хорошей организации работы. Потому что вы из каких? Современные должны быть рабочие, грамотные, умные, толковые, которые, а, себя, так сказать, хотят защитить, и обеспечивают полифицированную работу. А если вы будете нам давать разбавленную зарплату, мы будем давать разбавленную работу. Это тоже понятно. Это такая, может быть, форма работы. Не будет никакой забастовки, будем медленно работать. У нас есть интересы в данном коллективном договоре, интересы, какие споры обычно возникают в организации? Ну вот, по обычной системе, размерам оплаты труда, там есть это, по особе какие-то компенсации, и это есть. По условиям труда. По условиям труда, по оплате труда, ну это я уже сказала, по гарантиям, да, каким-то. То есть, в принципе, тут есть и смерть, да, есть и какие-то... Там даже прописано, предполагается, вы должны предусмотреть в коллективном договоре, что, между прочим, все взрослые люди, которые там работают, у них умрут родители. Пока они еще не умрут. Так? То есть, люди составляют проект коллективного договора. Но вы собираетесь предусмотреть, что нужно будет на погребение деньги выделить? Сколько? Ну, сколько? На четверых. На, так сказать, своих родителей, родителей и твоего супруга. На четверых. Не запишите в коллективном договоре, все, запишите, значит, соответственно, будет оплачивать. То есть, вот он еще и говорит о том, что люди, которые сделали такой коллективный договор, они могут заниматься плановой работой, правильно? Экономической плановой в отделах соответствующих, каких угодно государственных служб, это люди, которые могут, как и в госплане, работать. А если люди этого не умеют делать, то они не готовы к тому, чтобы осуществлять какие-то такие властные функции, потому что они не прошли соответствующую подготовку. Это еще и говорит о том, что люди вырастают при работе с коллективным договором. Причем кто? Все. Потому что этот коллективный договор, чтобы его провести, вот этот вопрос поставили, у кого он есть. То есть, если он у всех есть, и все участвуют в его проведении, отстаивании, осуществлении, вырастает весь коллектив. Найти у вас недостаток? Давайте. Вот вы взяли и отодвинули трибуну подальше от меня. А микрофон у кого? А, ничего. Я может громко говорить. Ничего, он услышно. Давайте. Нет, слышно будет. Давайте повторим. Нет, слышно будет. Да, давайте повторим. После куда не торопитесь. Все, ладно, спасибо. Нет, слышно будет, потому что хороший микрофон. Да? Да, нормально. У меня никогда упал, он не сломался? Нет, не сломался. Хороший. И очень удобный в этом смысле. Вот он сразу идет туда. И на запись. Так, спасибо. Я считаю, что очень хорошо, замечательно. Я думаю, что все видят, что это очень интересное и полезное дело. И я вот не вижу пока повторов. У нас каждый, кто выступал по коллективному договору, ну, какой-то выбрал для себя угол зрения, аспект, то, что его интересовало. Ну, и это одна из таких форм учебы. Я думаю, что вот наши занятия, они, конечно, хорошо шли. Я лекции читаю, а вы сидите слушаете. Я и дальше читаю, а вы слушаете. Но они приобрели некоторый другой смысл, содержательный. То есть вы, наоборот, вы здесь выступаете, а если у меня что добавить или отметить, или поправить, ну, я и выступаю как специалист по этому вопросу. Вот. Но не единственный специалист, а есть молодые специалисты, а есть, так сказать, специалист, уже который, может быть, уже устаревает. Поэтому он не должен, не должен загораживать дорогу вперед. Вот. Я и не загораживаю. Поэтому кто следующий у нас должен быть? Ну, должен быть человек, но там постоянной дороги не получалось. Не получается постоянной дороги? Не получается. Так. Значит, есть, как Ленин рассматривал такие формы поощрения. Форма поощрения была какая? Значит, зарплату повысить, условия туда улучшить и рабочее время сократить. На этом мы, значит, тогда сегодня занятие закончим. Продолжение следует...